Натурально и вкусно, пожалуй, последнее для мужчины важнее. А вот о пользе пускай рассуждают дамы, тем более им ей что обсудить. Интернет заполонили советы из разряда «Имбирь – обязательный продукт на столе». Где же истина? Оля спросит у главного диетолога областного департамента здравоохранения Елены Дородневой. Елена Феликсовна, доброе утро. Здравствуйте. Вот сегодня первый раз мы так экспериментировали и сделали воду с сасси. В интернете она чрезвычайно популярна. Вот хочется все-таки узнать, на самом деле оправдан ее прием и вот прям такой ажиотаж вокруг этой воды. В ее состав, я напомню, входит огурец, лимон, по желанию мята и немного имбиря. Вот у нас он тоже сегодня присутствует, очень ароматный. И бутилированная вода. Так в чем же истина? Вообще-то, конечно, имбирь, входящий в состав этой воды, как и все остальные ингредиенты, и лимон, и огурец, они как бы очень полезны. И употребление их разумно и рационально. Но вот тому, то значение, которое придается в многочисленных публикациях этому напитку, оно чуть-чуть преувеличено. То есть самостоятельно напитки, приготовленные на основе имбиря, ну это вот травяные чаи, по большому счету. Но говорят люди, худеют в тонусе, всегда в настроении благодаря имбирю. Действительно, имбирь обладает тонизирующим действием. Он содержит тонизирующие вещества, антиоксиданты, фитоароматические соединения, витамины, минералы. То есть это очень полезный продукт. Недаром в Японии он является практически постоянным составляющим стола. И как бы вот как приправа применяется практически ко всем блюдам. Но вот с точки зрения похудения, напитки на основе имбиря самостоятельно, без нормализации образа жизни, питания, движения, они как бы самостоятельно привести к снижению массы тела не могут. И вот такой панацеей, которой они зачастую представляются, они не являются. Ну в общем мы поняли то, что и вода сасси, и имбирь, который у нас тоже здесь присутствует, они хороши только при физических нагрузках. Да, и при физических нагрузках, при соблюдении правильного питания, как дополнение, как активатор обмена веществ, они могут быть очень полезны. Многие говорят, что нужно чуть ли не в течение дня вот эту воду сасси пить или имбирный чай. Однако есть какие-то противопоказания по приему. Чай вообще вот, который также состоит, в принципе, из небольшого количества корня имбиря, лимона и заваренного кипятком, стоящего в течение 50 минут, желательно употреблять в первую половину дня, потому что он обладает очень хорошим тонизирующим действием. И если его пить во вторую половину дня, можно как бы нарушить сон или режим зная и бодрствования. И вот это вот нежелательно. Тонизирующий эффект имбиря очень полезен. Елена Терекционовна, Вы упомянули уже об антиоксидантах и сказали, что в имбире тоже содержатся они. Вот антиоксиданты – это второе утверждение, то, что сейчас все повально ими увлеклись. Вот где еще они содержатся и чем так полезно? Антиоксиданты – это вещества жизни, то есть это вещества, которые как бы замедляют процессы старения, продлевают жизнь, улучшают ее качество за счет того, что повышается здоровье. Источников антиоксидантов очень много. Это и практически в пищевых продуктах антиоксиданты содержатся в очень многих продуктах. Но можно сказать, что наибольшее значение – это растительные продукты, это овощи и фрукты. Причем хотелось бы обратить внимание на употребление овощей и фруктов темной окраски. Потому что в ярких помидорах, в яблоках с ярко-красной кожурой, баклажаны… В общем, от них не отказываются. В ни коем случае. Растительные продукты, овощи и фрукты обязательны на столе и в пищевом рационе, в том числе, потому что они содержат антиоксиданты. Но только ли женщины подвержены вот таким тенденциям, таким вот модным? Или и мужчины тоже? Почему это как бы… Вот вы как врач, как замечаете? Я считаю, что это необходимо всем, и мужчинам, и женщинам. Потому что и мужчины, и женщины подвергаются, ну и старению, в том числе и факторам отрицательным внешней среды. И поэтому употребление веществ, содержащих антиоксиданты, а именно, ну, в наибольшей степени овощей и фруктов, их нужно употреблять, ну, достаточное количество. Две порции овощных блюд, 3-4 фрукта. Это обязательно и для мужчины, и для женщины. Ну, то есть мужчины, они тоже советуются с нами. Конечно, конечно. Ну, вот еще любопытно. Разгрузочные дни – это еще одна тенденция. И говорят, что раз в неделю обязательно нужно посидеть либо на гречке, либо на рисе, либо на яблоке, либо на твороге, например. Это вообще действенно? Да, конечно. Сейчас это очень модно. Это так называемые моменты очищения организма. Очень много это обсуждается. Действительно, если человек следит за фигурой, хочет снизить вес, то разгрузочный день, который, как бы, это однодневная монодиета, то есть один продукт употребляется в течение дня. Творог, кефир, овощи какие-либо, допустим, есть фруктовые разгрузочные дни, употребляется в течение дня в определенном количестве. Это имеет низкую калорийность и, соответственно, уменьшает энергетическую ценность пищи, что приводит к снижению веса или к тому, что человек ее не набирает. Ну, в общем, разгрузочный день никому не повредит. Да, это очень полезно и никому не повредит. Только нужно выбирать для разгрузочного дня те продукты, которые нравятся. Ну, чтобы это было не в тягости. Ну, в любом случае, не печеньки. Ни в коем случае. Ни в коем случае, не печеньки. Ну, вот вообще тенденций, конечно же, много. Многие вообще любят поголодать несколько дней. Другие говорят, что нужно принимать элькарнитин. Вот сейчас это тоже очень популярное вещество, которое сжигает жир. Ну, мы читаем это все в интернете. Кто-то прислушивается, кто-то нет. Но хочется знать, как найти золотую середину. Ведь к врачу не побежишь сразу. Вообще-то, если разрабатывать индивидуальную программу по снижению веса или какие-то для себя мероприятия, то лучше проконсультироваться все-таки со специалистом, с врачом. Потому что он же посмотрит на пациента и даст именно те рекомендации, которые нужны в этой ситуации. Потому что то, что Вы сказали, это способы лечения. Голодание – это самостоятельный, очень эффективный, ну и немного опасный способ лечения в том плане, что он может привести не совсем таким последствиям, которые хотелось бы. В общем, рисковать не нужно. Под контролем специалиста. Элькарнитин – это активатор обмена веществ. И он применяется в программах, в которых распространена физическая активность. То есть вместе с упражнениями, вместе с физической нагрузкой. Эффективность от приема элькарнитина этих физических программ повышается. Потому что элькарнитин способствует сжиганию жиров и активации обмена веществ. Но, опять же, нужно определить именно вот те ситуации, когда эти способы лечения будут необходимы. В общем, нюансов много. Я думаю, мы в следующий раз продолжим наш разговор. Спасибо за эту встречу. Спасибо Вам.